который ведет у нас Юрий Алексеевич Рицкин. Сегодня он будет делать клинический разбор по подострому тиреидиту и ковиду-19. Я хочу сразу сказать, что у меня сейчас вот, ну вы уже, наверное, видели, в нашем бюро появился человек с высокими сахарами на фоне ковида-19, да, Юрий Алексеевич? Еще не видел. Ну, в моче там огромные сахара. Ну, я видел, да, в чате беседу, да. Да, 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 да. Ну, у него 20 сахар. Правда, выяснилось, что я ему несколько лет назад уже говорил о том, что у него диабет. Ну, вы же понимаете, нет пророка в своем отечестве, он решил, что это я пошутил. Теперь вот у него сахар 20, я думаю, что это не связано с ковидом, просто, по счастью, на фоне ковида, наконец, сделал анализ крови на сахар, получил то, что имел. Потому что, ну, мы все прекрасно знаем, что больные с такими сахарами могут себя прекрасно чувствовать долгое время, да? Да, я правильно это говорю? Ну, конечно, в принципе, это непорядок, но ничего страшного, особенно при втором типе, не случится. Ничего не случится, пока что-нибудь не случится. Вот, потому что осложнение сно развивается, они же никуда не деваются. Вот, ну ладно, сегодня мы, правда, не про диабет, а про подострый тиреидит. Я вам, собственно говоря, передаю слово. Пожалуйста. Спасибо, Павел Андреевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, вот, подбирая тематику доклада на сегодняшний день, мне хотелось сообщить, рассказать что-то, во-первых, связанное с ковидом, во-вторых, с эндокринологией. И вот мне на глаза попались материалы, которые, на мой взгляд, достаточно интересны, которые связаны с течением и возникновением подострого тиреидита и его связи с ковид-19. Ну, надо сказать, что на сегодня вообще эта связь, она явно не доказана, но вот то, о чем мы сегодня поговорим, на мой взгляд, достаточно поучительное, поэтому я выбрал именно эту тему. Скажу сразу, что, к сожалению, это не мои пациенты, поскольку на сегодня в мире опубликовано всего где-то, ну, около 15 случаев вот такой вот яркой картины и связи подострого тиреидита и ковида-19. Поэтому все, что я буду говорить, это не мои пациенты, но я постарался выудить, так сказать, максимум информации. Ну и вот первая пациентка, и надо сказать, что это вообще одна из первых пациенток, которая была опубликована в литературе в связи с подострым тиреидитом и ковид-19. Так вот, история этой пациентки началась в феврале 2020 года. Пациентке был взят мазок из ротоглотки на ковид, поскольку ее отец, с которым она жила вместе, был госпитализирован двумя днями ранее, именно из-за ковид-19. И мазок оказался положительным. В ближайшие дни у этой женщины развились легкие симптомы верхних дыхательных путей, насморк и кашель. Лечение она не получала, и в течение четырех дней вся эта симптоматика прошла. И два дополнительных мазка, ну, буквально там через 10-15 дней, они показали, что мазок на ковид был отрицательным. Что же произошло дальше? Вот перед вами график, все, что с ней происходило. Итак, вот 28 февраля мы видим насморк, кашель и слабость. И также видим, в общем-то, небольшую температуру 37,5-37,2, которые в течение там трех-четырех-пяти дней все эти симптомы разрешились. И далее, далее появились, ну, где-то уже через 2-3 недели в этом промежутке еще некоторые симптомы. Какие? 17 марта у пациентки появилась внезапная лихорадка. Где-то 37,5 градусов опять. Появилась резкая слабость, учащение сердцебиения и боль в передней поверхности шеи, которая эридировала в нижнюю челюсть. Она обратилась к врачу. И 19 марта была выявлена у нее тахикардия 90 ударов в минуту. И особенностью было то, что щитовидная железа при пальпации была увеличена и болезненна. При этом никаких симптомов верхних дыхательных путей у пациентки не было. Ей было проведено обследование. И, соответственно, что было выявлено? Ну, правда, надо сказать, что перед тем, как вот первый раз она болела, да, у нее было обследование на предмет тиреоидных гормонов. И все эти показатели были в пределах нормы. 19 марта, вот как раз когда пациентка уже повторно обратилась к врачу, опять были взяты тиреоидные гормоны, поскольку была болезненная пальпация щитовидной железы. И что мы с вами видим? Мы с вами видим увеличенный свободный Т4 и свободный Т3 и сниженный ТТГ, что, конечно же, нам говорит о наличии повышенной функции щитовидной железы, то есть о тиреотоксикозе. При этом также у пациентки отмечался, ну, совсем незначительный лейкоцитоз, повышение СОИ и циреактивного белка. Соответственно, поскольку вот это достаточно такая яркая картина, да, был проведен еще и ультразвук щитовидной железы, где были обнаружены множественные такие гипоэхогенные образования, вот здесь стрелочками они указаны. Их действительно тут много. Вот в связи с такой симптоматикой пациентке поставлен был диагноз подостритириидит, и 20 марта она начала получать преднизолонолечение. Я тоже чуть-чуть попозже скажу. И, собственно, в течение двух дней боль в шее, лихорадка исчезли, а остальные симптомы также разрешились в течение недели. Ну, надо сказать, что при даже диагностике подострого тиреидита проводится так называемый тест Крайля. Что это такое? Это пробно назначается преднизолон на несколько дней. И если в течение нескольких дней симптоматика исчезает, то, соответственно, тест Крайля считается положительным, и диагноз подострого тиреидита подтвержден. То есть у этой пациентки, поскольку мы увидели с вами разрешение всех симптомов, то есть мы видим, что боль в шее очень быстро отреагировала, да, вот практически, смотрите, да, 20-го числа был назначен преднизолон, и, соответственно, уже на следующий день вот этих болей в шее у нее не было. Также буквально 2-3 дня исчезла слабость и сердцебиение, что косвенно практически говорит нам о том, что в течение этого периода, скорее всего, исчезли проявления тиреотоксикоза. И действительно, когда взяли анализ на тиреидные гормоны уже 1 апреля, мы с вами видим, что свободный Т4 и свободный Т3 уже в нормальных значениях, но сохраняется несколько пониженный свободный Т4, что вполне нормально, поскольку ТТГ, да, который не восстанавливается так быстро. Ну и при контрольном осмотре вы тоже видите уже нормализацию тиреидных гормонов у этой пациентки. Также мы с вами видим, что снизилась скорость оседания эритроцитов и нормализовался С-реактивный белок. Соответственно, у этой пациентки контрольный осмотр был проведен 27 апреля, уже все было нормально. И надо сказать, что вот очень часто задают вопрос, до какого же времени пациент должен принимать преднизолон. Так вот, обычно мы начинаем снижать дозу преднизолона после того, как нормализовалась скорость оседания эритроцитов. То есть вот это критерий, да. То есть, когда мы видим в анализе нормальное СОЭ, мы начинаем снижать дозу преднизолона вплоть до отмены. То есть, таким образом, у этой пациентки действительно был подтвержден диагноз подострого тиреидита и произошло успешное лечение и, соответственно, достаточно быстрое выздоровление. Второй пациент тоже достаточно интересный, и его история подострого тиреидита также связана с COVID-19. Надо сказать, что это более такой пациент в возрасте, и по профессии он врач-пульмонолог. Он предъявлял жалобы на также боль в области передней поверхности шеи, ознобы, сердцебиение, непереносимость тепла, снижение массы тела и утомляемость. Ну, как вы видите, здесь сочетание симптомов, в общем-то, характерное для тиреотоксикоза. То есть, это в первую очередь сердцебиение, синдром непереносимости тепла, снижение массы тела. Ну, вот что можно сказать про этого пациента, что примерно за месяц до текущего обращения ему был поставлен диагноз COVID-19, у него появились симптомы гриппоподобного заболевания, был продуктивный кашель, лихорадка, озно, подышка. В стационар он не госпитализировался, лечение проходило на домашнем карантине. И после поддерживающей терапии в течение недели все эти симптомы исчезли. А вот эти симптомы уже появились, ну, вот совсем близко к дате обращения. И пациент, поскольку он врач, он отметил, что эти текущие симптомы, они отличаются от тех, что были во время предыдущей инфекции COVID-19. Ну, и также он говорит, что исходно он ничем не болел, не принимал никаких препаратов, которые могли бы вызвать тиреотоксикоз, каких-то пищевых добавок и так далее. Что выявлено при обследовании? ЧСС была 100, то есть тахикардия, как и у предыдущей пациентки. Лихорадки у него уже не было, то есть температура была нормальная и давление не повышалось. При осмотре, при пальпации щитовидная железа была нормальных размеров, но чувствительно при пальпации. То есть не то, чтобы болезненно, но чувствительно. Лимфоузлы регионально увеличены не было. При осмотре окулистом, неврологом никаких изменений выявлено не было. Ну, разве что при осмотре ладошек была вот такая вот некоторая гиперемия ладошек. Ладошки были теплые на ощупь. При этом сыпи никаких не было. Но это тоже может быть связано вот как раз с тиреотоксикозом. Что было при обследовании? Вот здесь как бы приведены те обследования, которые были в день постановки диагноза COVID. И, соответственно, то, что есть на момент обращения. Ну, мы с вами видим, да, что при постановке COVID, при положительной ПЦР на COVID у него была повышенная соя и циреактивный белок. Это понятно. Потом все нормализовалось. Ну, и вот теперь уже, это был уже 30-й день после отрицательного анализа, да, первого. Соответственно, мы опять видим повышение соя, опять видим циреактивный белок повышенный и видим опять гормональное подтверждение тиреотоксикоза. То есть, это повышение свободного Т4 и общего Т3 и сниженный уровень тиреотропного гормона. Соответственно, а также ему была проведена УЗИ щитовидной железы, проведено. И опять вот это УЗИ даже более четкое. Мы видим вот эти дырочки, да, это как раз вот те же самые гипоэхогенные зоны. То есть, вот это очень характерно. В принципе, мы видим, насколько похожи два этих ультразвуковых исследований щитовидной железы. Соответственно, да, пациенту был назначен аспирин от боли в шее и пропронолол, поскольку у него была тахикардия. И через неделю он отметил, что эти симптомы начали уходить. Но после того, как эти симптомы начали уходить, появились новые симптомы. Где-то через три недели. Он уже вернулся с жалобами на утомляемость, сниженный аппетит, у него повысился вес, появились запоры и появилась отечность лица. Что же это такое? Ну и пациенту опять взят уровень гормонов крови на гормоны щитовидной железы. Как вы видите, у него сохраняется еще повышенное СОЭ, да, но ЦРБ при этом нормализовался. Но мы видим, что уровень тиреутропина вырос до 15. То есть это более чем в три раза выше нормы. При этом свободный Т4 и общий Т3 понижены. То есть мы видим признаки уже пониженной функции щитовидной железы. Признаки гипотириоза. Таким образом ему был диагностирован гипотириоз и уже начато пероральное лечение эльтероксином 1,6 микрограмм на килограмм в день. Поскольку у него не было болевшие тахикардии, то аспирин и пропранолол были прекращены. Ну и после нескольких недель терапии эльтероксином пациент сообщил, что у него улучшилось состояние, да. Ну и опять ему была взята кровь на тиреидные гормоны. Это уже 70-й день. Мы видим, что свободный Т4 и общий Т3 уже нормализовались, но сохраняется чуть-чуть повышенный уровень тиреутропного гормона. То есть жалоб нет. У него такой вот уже получается легкий субклинический гипотириоз. Вот этот прием, поэтому эльтероксина продолжался в той же дозе в 6 недель, а дальше его направили уже к эндокринологу для уточнения, является ли вот этот гипотириоз приходящим или уже постоянным. То есть нужно было принять решение прекращать прием эльтероксина или нет. Ну и соответственно были повторены вот эти тесты и соответственно эльтероксин был отменен. Итак, вот таких два ярких пациента, что же с ними произошло? Вот для того, чтобы в этом разобраться, да, немножко экскурса в то, что такое подострый тиреидит и как он протекает. Подострый тиреидит – это так называемое самоограничивающееся или самовыздоравливающее заболевание воспалительное щитовидной железы, которое встречается чаще у женщин, чем у мужчин, соотношение примерно 4 к 1. И чаще это возраст от 40 до 50 лет. Причем известно, что этот диагноз, вернее это заболевание развивается во время активной вирусной инфекции или поствирусного воспалительного процесса, как правило, через 2-8 недель. Причем вот на сегодня доказано, да, что он развивается после следующих вирусных инфекций. Это вирус коксаки, эпидемический паротит, корь, краснуха, аденовирусы, грипп и парвовирусы. Соответственно, вот на сегодня, да, доказана вот эта связь возникновения подострого тиреидита с этими вирусными инфекциями. На начальной фазе подострого тиреидита развивается тиреотоксикоз, поскольку повреждаются фолликулы щитовидной железы и те гормоны щитовидной железы, которые накоплены внутри этих фолликулов, поступают в кровь. То есть, это такой массовый выброс тиреидных гормонов в кровь. И, соответственно, мы видим клинику тиреотоксикоза. Но в дальнейшем, когда вот этот процесс прекращается, где-то в... ...щитовидной железы, то есть истощается пул тиреидных гормонов, которые были накоплены в щитовидной железе. И, наконец, по мере снижения уровня воспаления и восстановления фолликулов, восстанавливается синтез гормонов щитовидной железы. И, соответственно, нормализуется функция щитовидной железы. И таким образом происходит возврат к аутириозу. Вот весь этот процесс может длиться от 1 до 6 месяцев у разных пациентов. То есть, мы четко видим как бы три фазы течения подострого тиреидита. Фаза тиреотоксикоза, фаза гипотиреоза и, наконец, фаза эотиреоза. Что еще можно сказать про подострый тиреидит? Что действительно, вот эта связь с инфекциями, она, к сожалению, приводит к частому рецидивированию. И поэтому одиннажды возник, но, к сожалению, подострый тиреидит может рецидивировать. Ну и лечение подострого тиреидита, да, тоже несколько такое многообразное и во многом немного спорное. Вообще на сегодня, да, поддерживающая терапия связана, и во всех руководствах это говорится, с применением нестероидных противовоспалительных препаратов и бета-блокаторов. По крайней мере, это практически симптоматическая терапия, да. Польза глюкокортикоидов в лечении подострого тиреидита, она обсуждается. Но, правда, многие руководства показывают, что действительно использование преднизолона во время острой фазы, оно связано с более быстрым разрешением симптомов и более низким риском рецидива самого подострого тиреидита. Поэтому, ну, учитывая то, что есть вот эта проба Крайля, про которую я уже рассказывал, да, то, соответственно, возможно использование глюкокортикоидов, особенно при более тяжелом течении подострого тиреидита. Ну, и в некоторых случаях пациентам в период фазы гипотиреоза, особенно если это симптомы тяжелые, беспокоят пациента, может потребоваться короткий курс эльтероксина, как вот нашего пациента, да, пока фолликулы щитовидной железы не восстановятся и не возобновят собственную секрецию тиреидных гормонов. Надо сказать, что при тиреотоксикозе, как правило, тиреостатики не требуются, поскольку тиреостатики действуют в основном на синтез новых тиреидных гормонов, а у нас, как вы помните, при подостром тиреидите синтез-то не нарушен, просто это массивный выброс крови уже имеющихся предшественников тиреидных гормонов. Поэтому лечение тиреотоксикоза в этом случае тиреостатиками здесь не используется. Ну и теперь связь между подострым тиреидидом и ковидом-19. Я уже говорил в начале, что в литературе действительно описано на сегодня где-то около 15 вот таких клинических случаев подострого тиреидита, причем заболеваемость в 4 раза выше среди женщин и возраст в среднем составил где-то 37,5 лет. У всех пациентов была коронавирусная инфекция подтверждена положительным результатом ПЦР мазка из ротоглотки и чаще отмечалось легкое течение ковид-19. Время от постановки диагноза ковид-19 до появления симптомов подострого тиреидита варьировало от 5 до 49 дней. В трех случаях подострый тиреидит диагностировался одномоментно с возникновением ковид-19 при госпитализации по поводу коронавирусной инфекции. У большинства пациентов наблюдались классические симптомы подострого тиреидита. Это, да, напоминаю, повышенная температура тела, боль по передней поверхности шеи, повышенная утомляемость, тахикардия, тремор, потливость. Ну и, конечно же, главным симптомом подострого тиреидита является боль в области передней поверхности шеи. В одном только случае, из всех этих случаев, было отмечено отсутствие полной болевого синдрома. Но здесь надо, правда, сказать, что многие из этих пациентов при ковиде-19 уже получают, да, обезболивающие препараты или жаропонижающие, которые, как вы понимаете, да, являются показанием для лечения подострого тиреидита. И поэтому вот эти болевые синдромы, они могут быть стерты при ковиде-19. У всех пациентов лабораторно был подтвержден тиреотоксикоз, повышенный Т3 и Т4 и сниженный ТТГ. Остальные анализы практически были нормальны у всех пациентов. То есть рецепторы ТТГ отсутствовали. Напомню, что антитела к рецепторам ТТГ – это анализ, характерный для диффузного токсического зоба. Также антитела к ТПО и к тиреоглобулину были нормальными или определялись в совсем незначительных титрах. Ну и всем пациентам назначались либо глюкокортикоиды, либо инвестероидные противовоспалительные препараты с быстрым разрешением клинической картины и тиреотоксикоза. И только в трех случаях в дальнейшем у пациентов наблюдался субклинический тиреотоксикоз. А в двух случаях развился уже настоящий гипотиреоз, который потребовал заместительной терапии или тироксином пожизненно. То есть, в общем, мы видим, что да, действительно гипотиреоз у этих пациентов может оставаться. Вот таким образом, конечно, подустрый тиреидит может быть последствием COVID-19. Но, правда, точные механизмы развития, они такие же, как и при других вирусных инфекциях, и не до конца они выяснены. Почему он может развиваться? Ну, во-первых, предполагается, что имеется возможность прямого повреждения тиреоцитом вирусом через АПФ-2. Или повреждения путем активации иммунного ответа, который опосредован токсическими теллимфоцитами, вызывающими повреждения фолликулярных клеток щитовидной железы. То есть, вот таков патогенез развития подострого тиреидита при инфекции COVID-19. Ну и поскольку возникает вопрос, да, что же получается, что всем пациентам с COVID-19 надо определять функции щитовидной железы. Но вот ВОЗ на сегодня не рекомендует вот эту рутинную оценку функции щитовидной железы пациентам с COVID-19. И поэтому, конечно, вот это истинное распространение деструктивных тиреидитов, к которым относится подострый тиреидит, оно не оценено. Поскольку еще и возможны стертые и безболевые формы, поскольку многие пациенты при COVID-19 получают глюкокортикоидную терапию. И, соответственно, вся эта картина действительно может быть связана. Ну и поскольку у этих пациентов есть тиреотоксикоз, поскольку они применяют глюкокортикоиды, мы с вами прекрасно знаем, что при тиреотоксикозе может повышаться уровень глюкозы крови. А глюкокортикоиды сами по себе могут вызывать и повышение уровня глюкозы крови, и манифестацию диабета, если он уже был. Поэтому, конечно, измерение уровня глюкозы крови для этих пациентов становится обязательным. И здесь нам с вами помогает наш с вами любыми глюкометр Contour Plus One, который является еще и умным глюкометром. Поскольку он не просто глюкометр, а еще и с помощью специального приложения контактирует с смартфонами и позволяет выполнять дополнительные функции. Ну, во-первых, он сам по себе показывает целевые значения глюкозы крови. Это очень удобно для пациентов, напомню. Да, у него есть умная подсветка. Если в него ввести целевые значения для пациента, то если при измерении порт, куда вставлена тест-полоска горит зеленым светом, то это целевые значения, все в порядке. Если желтым светом, то это высокий сахар, соответственно, надо что-то предпринимать. И если красный свет, то, соответственно, это низкий сахар, и надо срочно принимать углеводы, чтобы ликвидировать гипогликемию. Ну и кроме того, глюкометры Contour Plus One обладают технологией второй шанс. Напомню, что эта технология позволяет на ту же тест-полоску добавить дополнительное количество крови, если ее недостаточно, что действительно экономит тест-полоски. Причем это можно сделать в течение одной минуты. То есть это позволяет экономить полоски для пациентов. Ну и глюкометр, если он контактирует с приложением для смартфонов, да, очень наглядно показывает результаты измерений. И причем эти результаты, надо сказать, можно посмотреть удаленно для родителей и родственников. То есть кто-то из родителей, если это ребенок, или родственники, если их родители, допустим, дети, если родители находятся в другом городе, могут отслеживать уровни глюкозы крови и вовремя на это реагировать. Это тоже достаточно удобная функция. Вот на сегодня это то, что мне хотелось вам рассказать.